В то время как многие жители Уфы и других городов Башкортостана бесконечно долго ждут расселения из ветхого и аварийного жилья, тем временем чиновники Хабирова ни на минуту не забывают о своих потребностях, в том числе о потребностях в жилплощади. На минувшей неделе стало известно, что в распоряжении хозяйственного управления главы Республики Башкортостан находятся целых пять элитных квартир в жилищном комплексе «Трилогия» на улице Аксакова-2 в городе Уфе. Ну, это, знаете, такое прекрасное, замечательное строение, которое примыкает к отелю «Хилтон» рядом с памятником Салавату Юлаеву и Конгресс-холлом. Квартиры там не только шикарные, но и огромные. Одна из них, например, аж целых две тысячи квадратных метров. А общая площадь пяти квартир составляет четыре тысячи метров, то есть остальные четыре квартиры тоже не меньше пятисот квадратных метров. Только за содержание всего этого великолепия мы с вами из бюджета в год платим 3,6 миллиона рублей. Это только коммуналочка. В одной из этих квартир проживал ныне иноагент Мурзагулов и Ульян Катригубчак. Мурзагулов сейчас бежал за границу и теперь оттуда поливает воспоминаниями Радия Фаритовича. Квартира его, кстати говоря, вот эта выставлена на продажу. А в другой квартире, по неподтвержденным пока данным, проживал Александр Сидякин. Уж не в той или самой, которая на две тысячи квадратных метров. Ну, упомянем также, что господин Сидякин тоже теперь воюет с Хабировым, но пока еще из Москвы. Странно, очень странно, что госпожа Прочаковская там не проживает, но, видимо, ей не по рангу и ей скромно арендует номер люкс в гостинице «Айгуль», которая прямо напротив Белого дома, и очень удобно ходить на работу пешком. Кстати говоря, если кто-то знает, где еще кому, что из чиновников арендует наше хозяйственное управление, мы будем благодарны за информацию и будем понимать, сколько же бюджетных денег уходит на все это великолепие. Действительно, выбирается лучшее жилье, покупается, арендуется, платится совершенно бешеная коммуналка, и все это, напоминаю еще раз, все это за счет бюджета. Все это разрешено им оплачивать за, как говорится, народные деньги, потому что нет никаких государственных денег, как говорил Маргарет Тэтчер, есть народные деньги, есть деньги налогоплательщиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова